Дело было больше 15 лет назад. Мама отдала меня в спортивную школу по плаванию и я поехал в обязательный детский спортлагерь. Распорядок дня оказался ужасным и воспринимался маме маленькими, как непрерывные мучения всеми возможными способами, но мы все равно находили силы дружить и радоваться жизни. Одним из моих друзей был Денис, с которым мы в паре ходили в столовую. Уверен, мы стали бы отличными друзьями детства, будь я общительнее и умнее в этом плане. Но от Дениса у меня осталось лишь его имя и давно недействительный номер домашнего телефона в моем полупустом детском дневничке. Так вот, мы часто играли вдвоем в разные игры, которые придумывали сами. Уже тогда проявилась моя тяга к крепоте и среди прочего мы придумали историю о призраке, который зачем-то связался с нами. И в одном из таких походов из столовой Денис рассказал мне, что сегодня на обеде в его тарелке супа появилось лицо и что-то сказалось, что-то очень страшное. И после этого мы бросили нашу игру. Почему я вдруг об этом вспомнил? В том году мой восьмилетний сын наотрез отказался есть суп, потому что видел в кастрюле страшного мальчика, который обещал забрать его к пучину. Вопреки возрождениям жены, ребенка в лагерь тем летом я не отправил. Дело в том, что мы не просто перестали играть в охотников на призраков. Я очень вовремя вспомнил то, что память до поры милосердно прятал от меня. Я напрочь. Забыл, что Денис уехал раньше срока. Его забрали родители, не дожидаясь конца смены. Вернее, я очень хочу думать, что это так, потому что он уехал, не попрощавшись. Да и вообще, я не помню, что за ним кто-то приезжал. И на то, что номер оказался недействительным, я тоже как-то не обращал внимания. Сейчас тем более не хочу задумываться подробнее. Просто я неправильно записал номер. Или Денис с семьей куда-то переехал после возвращения из лагеря сразу. Поэтому мне и сказали, что я ошибся номером, когда я вернулся со смены и решил позвонить приятелю. Словом, у меня есть свои соображения, куда мог в свое время попасть Денис. И я готов молиться всем богам, чтобы мой сын не разделил его судьбу.